Здравствуйте! Перед нами на столе два практически одинаковых по принципу действия и по функционалу блока питания. Это импульсные блоки питания для газоразрядных ламп. Вот этот вынут из лампочки экономки, а это внешнеэлектронный балласт для длинных газоразрядных ламп дневного света. По назначению и по функционалу и даже по принципу действия два этих блока питания практически одинаковы. Но вот что я заметил. Вот этот блок питания, импульсный, так же управляемый как и этот электронный балласт двумя транзисторами. Вот они находятся здесь. Оба транзистора 13 серии, весьма интересные импульсные транзисторы. Оба этих блока питания вроде бы выполняют одну и ту же задачу. Они должны увеличить частоту и дать энергию, чтобы газоразрядная лампочка с вот этих вот электродов загоралась. Здесь у этого балласта вот эти четыре электрода. Но мы можем заметить, что маленькая газоразрядная лампочка экономка имеет весьма и весьма сложную схему питания. Здесь элементы расположены не только вот на этой поверхности самой монтажной платы, но еще и сзади мы можем видеть кучу мелких деталей поверхностного монтажа миниатюрных, которые дополняют всю эту схему. Но схема принципиально выполняет ту же самую функцию, что и вот этот электронный балласт. Обратите внимание, что вот в этой схеме электрических деталей, электронных деталей, радиокомпонентов гораздо меньше, чем в той схеме, которую я только что показал. Тут есть все. Но это все работает и запитывает лампочки. Причем я заметил, что вот такие усложненные схемы, кстати, сложности в этой схеме немножко не хватает, тут нет термического сопротивления, предохранителя, вот, они перегорают и выходят из строя гораздо чаще, чем вот такие упрощенные электронные балласты. Теперь давайте поговорим о принципе действия такой электроники. И та и другая схема, конечно, содержит блок питания. Правда, здесь блок питания увидеть достаточно будет проблематично, хотя можно. Вот выпрямительные диоды. Раз, два, три, четыре. Они образуют диодный мост, который заканчивается вот таким вот конденсатором, для того, чтобы сглаживать и убирать импульсные помехи, и чтобы они не мешали работе этой схемы. Здесь, здесь блок питания выглядит гораздо более прозаично и просто. Четыре диода в ряд, образует диодный мост, и два вот таких электролитических конденсатора, как раз образуют блок питания с двойной полярностью, точнее со средней точкой. Два этих конденсатора являются делителем напряжения. Чем управляет вот этот блок питания? Ну, он имеет защиту от помех, вот здесь вот стоят дроссели, мелкие конденсаторы, не хватает, как я говорил, уже терморезистора, и вот здесь вот находятся наши любимые транзисторы. Вот один и вот второй. Они образуют нечто вроде мультивибратора и раскачивают вот этот вот маленький, зелененький, небольшой трансформатор. Да, это кольцевой трансформатор, хотя выглядит он как дроссель. Здесь, здесь все то же самое. Блок питания запитывает два вот таких интересных и мощных тринадцатых транзистора. Чем они интересны? Да, дело в том, что вот в конце каждого из этих транзисторов стоит буковка D, а это означает, что в этих транзисторах внутри стоит защитный диод, и они разработаны и сделаны специально для работы в импульсных схемах. А что смешного в схеме? Да, вот что. Тут есть диод внутри этого транзистора защитный, и снаружи поставлен еще один защитный диод. Ну, так постарались разработчики. Несмотря на то, что тут есть два диода и диода, вся схема точно такая же. Блок питания питает вот эти два транзистора, которые как мультивибратор раскачивают вот этот вот трансформатор, а дальше идет накачка вот этим маленьким дросселем и отдача на лампочку. Через вот эти вот хвосты вот этот конденсатор, это гасящий конденсатор, служит для того, чтобы вот между каждыми вот этими вот проводочками был достаточный ток, чтобы подогревать нити накаливания. В газоразрядных лампочках есть нити накаливания, их надо подогревать, и для этого как раз служит вот этот конденсатор. Тут мы можем видеть все то же самое. Давайте повернемся сюда. Вот эти четыре хвоста, которые запитывают газоразрядную лампочку, а вот тот самый конденсатор, подобный этому. На цвет можете не обращать внимания, главное, чтобы он выдерживал напряжение примерно в 400 вольт, которое снимается с вот этого дросселя. И здесь, и здесь у нас схема практически одинаково заканчивается. Конденсатор, конденсатор, дроссель, дроссель, ну дроссель накачки для того, чтобы снимать достаточно мощный ток, и чтобы лампочка горела ярко. Блок питания, два транзистора, дроссель и трансформатор. Больше ничего для работы не надо. Вот эти балласты электронные, они зажигают более длинные лампочки, потому что у них стоят более мощные транзисторы и более тяжелый дроссель. Он может раскачать до больших энергий электрончики, протончики и фаэтончики, чтобы лампочка светилась. Вот. Если мы сюда поставим такой же мощный дроссель, то у нас, конечно же, не выдержат вот такие маленькие транзисторы. Соответственно, и трансформатор, который кольцевой, состоит всего лишь из небольшого количества витков, и эфиритового колечка, должен быть иной. То есть здесь у нас трансформатор потяжелее, колечко побольше, и поэтому транзисторы раскачивают его с большей энергией. Соответственно, с этого трансформатора энергия снимается на дроссель. Так почему, вопрос, отказались выпускать вот такие простые схемы и перешли вот на такие усложненные, которые и сгорали чаще, и выходили из строя чаще? И ладно, лампочки газоразрядные постепенно у нас выходят из моды и больше никому не нужны. И я их использую только как источник бесплатных радиозапчастей для своих самоделок. Но импульсные блоки питания, которые по идее должны все-таки быть более простыми, более надежными, ну разве что иметь защиту, начинают выполняться именно по вот такой технологии. Да, я ничего не скажу против, что сложная схема позволяет избавиться от помех и организует более безопасную работу подобных схем. Давайте посмотрим по части безопасности и разберем вот эти вот две схемки. То, что у нас есть блок питания, то, что у нас есть мультивибратор, трансформатор и дроссель, мы уже выяснили. И там, и там возникают колебания, которые раскачивают здесь вот этот трансформатор, здесь вот этот трансформатор. Больше наворотов нет, ну резисторы служат для задания режима по напряжению и потоку вот этих двух транзисторов. Обыкновенный, обыкновенный триггер. Да, тут триггер, только управляемый напряжением сети. Вот через этот небольшой резистор на раскачку этого вот мультивибратора, триггера, и идет небольшой импульс, чтобы вывести его из симметричного состояния, и он начал свои колебания. Здесь не хватает фильтров, да, здесь не хватает фильтров высокой частоты, которые бы защищали и вот эти вот транзисторы, то есть не защищали, а не давали этим транзисторам шуметь в сеть, то есть не создавали радиопомех. Здесь не хватает конденсаторов, которые бы шунтировали высокочастотную наводку от вот этого дросселя и от этого трансформатора. Здесь не хватает предохранителя, хотя предохранителя не хватает и здесь. То есть, да, тут есть вот одно это сопротивление, которое ограничивает ток, один вот такой конденсатор, зато есть вот такой вот фильтр, намотанный на дополнительном дросселе. Этот дросселек служит уже не для того, чтобы у нас более эффективно светилась лампочка, а для того, чтобы не создавать помеху в электрическую сеть. Кстати, та самая помеха, которая мне так очень пригождается, когда я выкачиваю высокочастотную энергию из сети 220 вольт. И, конечно, здесь есть вот такие вот конденсаторы в обвязке, которые в совокупе с конденсаторами, которые стоят здесь, СМД детальки, вот тут еще вот конденсатор, в основном тут резисторы. Вот эти вот РЦ мосты, они как раз позволяют не шуметь данной системе. А теперь про раскачку. Особенностью и той, и другой схемы является то, что вот эта более простая такая прозаичная и надежная схема работает в системе автоколебаний, поддерживаемая частотой сети через вот этот резистор. А здесь, здесь решили пойти иначе. Схема достаточно сложная и для стабилизации возникновения колебаний вот в этом мультивибраторном контуре на двух транзисторах используется денистор ДБ-3 для того, чтобы при достижении напряжения более 35-40 вольт на эти транзисторы поступал входящий импульс и возникало частотное управление вот этим триггером. Можно назвать триггером, можно назвать мультивибратором. Вот именно сам вот этот ДБ-3 начинает генерировать колебания, и с частотой его колебаний как раз и колеблется вот этот вот мультивибратор. Если вот этот мультивибратор имеет свою собственную частоту колебаний, задаваемую буквально параметрами вот этой всей цепи, достаточно высокую, то вот этот мультивибратор управляется с помощью денистора. Именно на нем возникают те самые колебания, которые и управляют вот этими вот двумя транзисторами, чтобы они перекидывались с нужной для нас частотой. Нужная частота, к сожалению, промерить ее невозможно, а справочники, которые говорят о частоте работы вот таких вот схем, довольно часто врут. А точнее, абсолютно врут, потому как даже я без помощи осциллографа умудрился намерить частоту и килогерцы, что это очень мало, и даже сотню килогерц, а это очень много. То есть это радиофон, который практически достигает средневолнового и длинноволнового диапазона. А такого быть не должно. И тот, и другой блок питания по помехам звучат одинаково. И тот, и другой блок питания излучают в радиоэфир достаточно большое количество электромагнитных волн и мешают работе радиоприемников, радиопередающих устройств и, может быть, даже вашего Wi-Fi. Хотя здесь я вру. Wi-Fi работает на гораздо более высоких частотах. И в заключение хочу сказать, что да, излишнее усложнение, может быть, и помогает работе этой схемы, но добавляя детали, мы избавляемся от надежности. Вот такие простые балласты, работая более надежно, все-таки обеспечивают нам хоть какую-то гарантию сработки устройств. Вот в нужный момент, когда мы включаем лампочку, лампочка не перегорает из-за того, что у нее много деталей, а наоборот продолжает работать. Да и сделано здесь все это погрубее, помощнее и ремонтопригоднее. То есть, по крайней мере, я даже со своими плохими навыками паяльника и самоделкина могу отремонтировать вот такой вот блок питания. Чего не скажешь о вот таком. Хотя он гораздо менее мощный. На этом все, ребята. Пока. Надеюсь, эта информация была вам полезна.